Всем привет, ребята! На связи GrimOptimist и сегодня у нас такое небольшое, скажем так, познавательное видео. Да, название вас не обмануло, ребята. В этой игре появился еще один танк, который в переводе на российские рубли стоит 130 тысяч этих самых рублей. И появился он, естественно, ребят, не у нас на русском севере и даже не на Европе, а, естественно, в Азии, именно Китае, где уже есть небезызвестный Type 59 Gold. Когда-то, не так давно, Amway развеял все мифы об этом танке, выяснилось, что он, по сути, ничем не отличается от обычного Type 59, просто он привозит в два раза больше опыта. И даже фарм на нем, как на обычном, при этом стоит он, в переводе на российские рубли, ну, примерно там 130 тысяч рублей. И вот, ребятки, появился еще один такой танчик, который называется WZ-111 Alpine Tiger, альпийский тигр. И он имеет такой своеобразный достаточно внешний вид, тоже, ну, как бы, какие-то там на нем выпуклости, якобы, такие, да, в виде тигров каких-то. Ну, тут сложно разглядеть, но суть тема та же самая. Это аналог обычной WZ-111, ничем он от нее не отличается, кроме внешнего вида и увеличенного коэффициента опыта X2. То есть, он не фармит больше, просто обычный WZ-шка, который, ну, чуть больше опыта привозит. То есть, для прокачки экипажей, может быть, для фарма-свободки, да, это вещь, в принципе, наверное, годная. Но, конечно, ребята, цена, это жесть. Разработчики, мне кажется, никогда в России такое не ведут, хотя многие говорят, что вот, мол, Дим, ну, какие в России, кто будет покупать? Да, поверьте мне, нашлись бы у нас люди, которые бы купили, у нас есть богатые люди, которые любят упарываться во всякую дичь. И для них 130 тысяч рублей это не та сумма, которая там хоть как-то повлияет на их даже недельный бюджет. Поэтому нашлись бы свои желающие, но другое дело то, что, наверное, их бы постоянно постигала смерть на респауне. От дружеской тычки в задницу фугасом в начале боя, да, и, как его надпись в чате, получай буржуй, там, или что-нибудь в таком роде, мне так кажется. Кстати, в Китае, насколько мне известно, тайпы периодически тоже огребают от своих, именно из-за, ну, вот такой вот зависти. Я никогда не понимал таких людей, если, допустим, со мной бы такой человек попал, мне вообще плевать, на самом деле, сколько он там заплатил. Главное, чтобы играл нормально, если играет человек нормально, более-менее хотя бы, то я буду только рад такому союзникам, а стоит у него танк, там, 2000 рублей, 130 тысяч рублей, или вообще бесплатный, мне, по большому счету, насрать. Никогда не считаю чужие деньги, чего я вам, ребят, советую. Извиняюсь, ребят, сразу говорю то, что такое вот видосик, по сути, бессмысленный, я просто тут приболел немного, у меня нет сейчас возможности делать какие-то серьезные видео, и я, ребят, извиняюсь перед вами, на полном серьезе сейчас говорю, но вот так. Пока, то есть, если вот будут такие вот, ну, не слишком, наверное, важные видео выходить, или некоторые дни вообще не будут выходить, вы, ребят, не удивляйтесь, я постараюсь поскорее встать на ноги. На этом все на сегодня, в общем, если хотел бы себе такой танк, то ставь палец вверх, хотя, ну, наверное, хотели бы все его себе, мало бы кто, наверное, стал бы покупать за такие деньги. И, кстати, если вдруг, ну, вот, такой опрос, да, ведем небольшой интерактив в видео, вы бы стали брать, если бы у нас продавался? Вот, мне интересно, среди моих зрителей есть хотя бы пара человек, которые реально бы задонатили бы 130 тысяч на танк? Вот, стали бы вы Type 59 Gold покупать, или вот этот вот альпийский тигр, если бы он у нас продавался? Лично я бы уже сказал, что я бы, конечно, не стал, для меня 130 тысяч рублей это очень серьезная сумма, и я могу, конечно, ну, теоретически я могу ее потратить, то есть, да, и при этом я не буду побираться, да, и собирать пустые бутылки, но я, наверное, себя уважать после этого перестану, я лучше не знаю. За эти деньги можно много чего хорошего купить. Такие дела. Еще раз, ребята, спасибо за внимание, в комменты пишите свои, подписывайтесь, пальчики вверх ставьте, всем до скорого и всем пока.